Это Влад Семенцов по кличке Медоед. Надо, чтобы еда переварилась, чтобы Таймас, я тебе показал, что это мастер спорта, что значит драться с Медоедом с Махачем. Он много рассказывал, когда на фильме было, что я выйду, будет все хорошо, брат. Я знаю, что такое амфетамин, метамфетамин, знаю, что такое псилоцибиновые грибы, знаю, что такое ЛСД, экстази, МДМА. Я много чего перепробовал. Это путь в никуда. Был связан, ну где-то там. Я не из блатных, я не сидел, но мне эта тема, ну как бы, далекая. Давай три раунда сделаем, мы нормально уложимся. Три раунда? Ну, пять, я думаю, это чуть дальше работать. Три, ну, пойдем. Плессингует конкретно. Пацаны, не обессудьте, что Мак-то я сделал. Брат, саламу алейкум. Саламу алейкум, салам, брат. Как ты? Порядок. Хорошо, доехали. Саламу алейкум, дорогие друзья, всех приветствую. Вы на канале Таймаздак. И это наше первое интервью с бойцом из Махач. Это Влад Семенцов по кличке Медоед. Поехали. Поехали. Дорогие друзья, встретились мы с Владом. В общем, это первый боец, у которого мы берем интервью на нашем канале. Влад провел первый бой на Махаче, дебютировал против Льва. Александр Ситарчук. Да, Александр Ситарчук. Они, оказывается, после боя стали друзьями. В общем, закатили там сумасшедшую рубку, пацаны. По очкам выиграл Влад. В общем, сейчас мы будем узнавать, как ему вообще ощущения от первого боя и как вообще он планирует дальше продвигать свою карьеру. Влад, расскажи немного про себя. Где ты родился, вырос, кто твои родители, кем они работают. Расскажи нам, пожалуйста, немного про себя. Смотри, родился и рос до 7 лет, я в селе. Мы жили в селе, это, можно сказать, деревня, один магазин, на все село было. Ну, детство у меня так, в принципе, весело было. На синих катался, в селе, когда жил. А что за село? Сарокопановка, Новомалорадовка. Это как? Днепропетровская область. 7 лет я переехал в Днепродзержинск, Каменское, которая сейчас называется. Ну и в принципе, до 22 лет я там прожил. Когда мне было 21, брат у меня был старше на 5 лет, который мне старше, ему было 27, мне 21, но там с месяцами этом разница чуть-чуть. В 27 лет он умер, в 22 я приезжаю в Киев. Ну, мы тогда с родителями жили, брат жил с отцом до смерти 3 года, я жил с матерью 3 года. Потом брат умер, там свой момент, я решил, родители сошлись вместе, но я решил, надо все-таки побежать отдельно. Поехал в Киев. До войны я жил в Киеве, вот война началась, точнее до мая я жил до 1 июня. А ты, получается, в школу, начал ходить в школу в селе? Нет, я в городе пошел, мы в 7 лет приехали и я пошел в школу. Да, то есть ты в 7 лет пошел в Каменском и закончил там же школу, да? Да. До 9 класса отучился, после школы я пошел, ну, принял такое решение, пока брат в тюрьме сидел, мы с ним пообщались и решили, что мы будем делать бизнес по столярке, ну, вроде бы типа решили. Я пошел учиться на столяра, отучился 3 года на столяра и столярка мне не нужна. Понял. А какие оценки у тебя были в школе вообще, как учился, как все бойцы, наверное, да? Я где-то до 7 класса был отличником, а потом, когда примерно у брата суды начались, на меня родители забили, потому что у мамы головники были по поводу судов, брата, ну и за мной перестали смотреть. Я скатил сам в двойке, я перестал в школу там ходить. Вместо школы я зависал на турниках. Районный движ, короче, затем. Районный, да, районный движ, а у меня свой движ был. Пока пацаны на районе тусовались, в то время я был на турниках. До 15 лет. Ну, по тебе видно, что ты на турнике любишь. Да, да, детство любил. Да, понятно. В 15 лет занялся боксом, до 20 лет занимался, 5 лет позанимался. Мастера выполнил. В 15 лет ты пошел на бокс, и в 20 ты уже выполнил мастера. Так, ладно, расскажи, где ты занимался вообще? Кто твой первый тренер по боксу? Смотри, занимался я у разных тренеров, я менял залы постоянно. Последний был, я вот про последний скажу, это был ринг. Ну, и предыдущий тренер, наверное, я считаю, больше всего в меня вложил, это Шульга Вячеслав Петрович. Он, в принципе, поставил мне технику бокса, научил уклоны нырки, там, чуть-чуть тайсона темы. А ты, получается, в Каменском у него занимался, да? Да. В 20 лет я начал заниматься ММА. В 20 лет уже ты, получается, перешел на ММА? Да, перешел по ММА, выступал по профессионалам по ММА. После того, как выполнил мастера, короче, ты подумал, что уже в боксе ловить нечего надо. Наш тренер на тот момент на нас забил, когда в ринге до этого он серьезно относился к своим бойцам, он старался, чтобы бойцы развивались, потом он просто на нас забил, и мы приходили и сами себе тренировались. Поэтому смысла там не было сидеть. Я перешел на ММА, так как тренеру было, в принципе, по большому счету, все равно. Он говорил, я такой же мастер спорта, как вы, типа, чему я вас могу научить? Понятно. То есть ты перешел на ММА, и дальше как у тебя карьера начала складываться? Знаешь, как у меня по спорту было? Спорт было для меня больше увлечением. Я не относился к нему серьезно до Махача. Это было так чисто, это прикольно заниматься спортом. Ты дерешься, выступаешь, ты боец. Но никогда я, в принципе, мечтал, или это там стать чемпионом мира, как и все пацаны это, в принципе. Смотрят на других бойцов, хочется быть таким же. Но на самом деле я не стал у себя никаких целей в спорте. Я понял. То есть не хотелось там каким-то, знаешь, как компьютерным героям, знаешь, там в Mortal Kombat быть? Суть была в том, что, возможно, как некоторым ребятам могут помочь родители с деньгами, и они могут себе тренироваться спокойненько, у них все хорошо. У меня было же так, что я с 15 лет, в принципе, я уже работал. Я занимался боксом, параллельно работал. Другим пацанам надо выживать. Да, поэтому, да. Как накормить себя. Часто это просто была гонка за деньгами какими-то, и спорт был на втором плане. Просто вот так. В плане. А расскажи про своего брата, ты его упомянул, очень интересно узнать про твоего брата. Ты говоришь, что он там, я так понял, был в жизни небольшим наставником для тебя. Смотри, родители не планировали второго ребенка, то есть меня не планировали. Брат просил, я хочу братика, я назову его Владом. Я хочу брата, ну типа и все. Это он 5 лет ему было, либо 4 годика, он уже просил себе братика. Ну вот так я появился. Когда мне было 5 лет, ну вот я помню свои воспоминания, то что у меня в голове сидит один момент, когда заходит тетя в комнату, а я качаю там 60 раз прессы, 5 лет мне. А брат меня заставляет. Отжимался там, приседал, вот так вот у меня началось. Короче говоря, первые шаги в спорте тебя брат. Да, брат, да, ему было по приколу, я так это видел. Но ему нравилось то, что есть брат, которым можно заниматься. Он очень был всегда доволен моими результатами, когда я чего-то добивался в жизни. Прям очень радовался. А он тоже занимался спортом? Да, занимался боксом, на турниках, он там и солнышко крутил, он очень мощный был. А как его звали? Саша. Александр Санисов. Расскажи, пожалуйста, если можно такое спрашивать, как вообще жизнь брата там сложилась, за что там? Ты говорил, он в тюрьме сидел, как он все в тюрьме? Смотри, там очень, да, такая история, в общем. Когда ему было 15 лет, он сидел у себя там во дворе и, ну, выпил пиво. Прибежал к нему его лучший друг, пожаловался, меня там двое побили. Он сходу побежал туда, дал им по голове. И оказалось то, что одному, которому он дал, у него родители был один там в милиции работает, мама прокурор, либо наоборот, я не помню. И этот же учился тоже по вот этим стопам прокурорским, ментовским. И, в общем, это тянулось 6 лет суды до 21 года. Вообще, по закону его не должны были за это садить. Ну, так как родители его очень настойчиво требовали, чтобы его посадили, несмотря на то, что мы им кучу денег давали. В 21 он сел, в 23 он вышел. И я помню, в первый день он пошел, ну, он много рассказывал, когда на тюрьме был, то, что я выйду, будет все хорошо, братуха, будем заниматься бизнесом. Ну, это такое, это у людей разное бывает, ну, типа, я его не сужу, бывает по-разному. Он в первый день набухал, шел из тюрьмы, мы выгнали отца. Отец поехал жить отдельно, я поехал в отцу, снял квартиру. Все, ну, типа, отец живет отдельно, я ему говорю, я с тобой общаться не буду. Ну, то есть, там свои моменты были. Брат с нами тоже остается 3 месяца, брат с друзьями где-то там выпивает постоянно. Да, я его встречал в парке постоянно. Где-то временами он мне денег подкидывал. Потом через 3 месяца как-то время прошло, я решил пообщаться с отцом. Он работал водителем на автобусе, там, рейсы у нас по городу, 22Б. И я решил с отцом прокатиться, пообщаться. Оказывается, отец все эти 3 месяца давал ему деньги и давал продукты. Передавал там, 2 раза в неделю передавал там пакеты продуктов. Куда он их отвозил, куда он тратил эти деньги, я не знаю. В общем, когда я пообщался с отцом, я пришел на утро, это прошло 3 месяца с того, как он вышел из тюрьмы. Разбудил его, он после пьянки. Ну, я говорю, собирай манатки и давай шурую от себя. Мне уже 18 лет было. Вот так вот брата я отправил. В общем, твой брат, получается, попал в тюрьму, вышел из тюрьмы. И потом там произошли некоторые события. И после каких он заболел? Расскажи, как он заболел? Он последние 2 года болел. Это тот момент, который, в принципе, я бы хотел не рассказывать. Ну, будем искренними, мы уже договорились с Магой, что я рассказываю, как есть. Отец, вместо того, чтобы по больницам его возить, он возил его по бабкам всяким. Отвез в какое-то село, он у бабки какой-то сидел. Она давала ему там чаек попивать. Ну, просто отец очень верит во всякую дичь, которая, ну, я не знаю вообще откуда у него взялась. Бабки, бабки, магия всякая там, да. Потом у нас была тетя, это его родной брат, отца моего. У него жена занимается черной магией. Все об этом знают. Он отправлял к ней постоянно на лечение. Проблемы у него с почками были. И у нас Семенцовы умирали с ее помощью, с вот этой теткой, которая черной магией занимается. Она всеми занималась. Там у нас Вика, одна двоюродная сестра умерла. Потом еще один парень, тоже молодой. То есть она рассказывала, что... Теми умирали те, которыми она занималась. Умирали от недостаточности почек, которыми она болела. Это черная ведьма. Она рассказывала, что вылечит все, кто... Она лечила, ну, брат, ну, это ж моего отца, получается, брат, его жена. Ну, он как бы доверял. Поэтому он отправлял к ней на лечение. Да, в общем, короче, какие они обряды. Ну, один из обрядов я расскажу. Когда они уходили на перекресток, подпаливали там какой-то костер, он перепрыгивал через него и там говорил, воп. Ну, в православии, по-моему, говорится богу, типа... Лоб, это говорится дьяволу, по-моему, в православии. А я не помню, как это говорится. Аминь, наверное, же говорится. Типа богу, а лоб, говорится сатане. То есть так, получается, лечили почки, да? Якобы, якобы лечили. Потом другой момент был он крестик, с которым его крестили. Он закопал на какой-то могиле Александра, вообще Лео Александра. Надо было закопать на этой могиле крестик, с которым его крестили. Я его понял. Поэтому вот так вот, да, спасибо отцу за то, что вылечил брата, ну невидим отца, это жизнь, всякое бывает. Скажи, а как брат вообще заболел от почки? Когда он сидел на тюрьме, к ним на тюрьму заехал вор, у них ломали дух зэков, плохо их кормили, могли там насыпать овсянку, бульдоховку, которая наполовину каша сырая была, ну то есть это есть было невозможно, ломали дух зэков. Там очень много было козлов, и то есть черная зона чуть-чуть превращалась в красную. Заехал вор, этот режим сбить, им приходилось как бы получать. Где-то резали вены себе, да, порезы, потому что когда полиция видит кровь, она останавливается, а так она будет бить очень сильно. Вот такие отбили почки. Наверное, люди, которые сидели в украинских тюрьмах, они, наверное, больше поймут эту ситуацию, там, мы тут на воле. Я думаю, да. Да, мы не все знаем, что там творится, а там ты не узнаешь, кого бьют, кого что. В общем, беспредел вовну там творится. Сейчас немного паузы, я этот вопрос посмотрю. Давай. Ну мы в зал пока не спешим, покатайся пока, пожалуйста. Сейчас пока, да, мы не снимались. Надо, чтобы еда переварилась, чтобы Таймас я тебе показал, что это мастер спорта. Иначе драться с медоедом с махачем. Ты понял? Тут уже угроза. Ты снимаешь? Ты пишешь, ты пишешь, заяву потом напишешь. Не, надо же уже, чтобы, ну, посмотрели видео и не сказали, что приехал там фуфо пока. Ну, на самом деле, да, у нас будет спарринг. Сильно не буду, буду аккуратно. У нас будет спарринг реальный, где мы будем, ну, выкладываться. Понятно, за нокаутом никто идти не будет. Он не будет, а я буду. Не, я не буду. Я буду работать на скорость среднего сила удара. Да. Просто показать быстроту, красоту. Поэтому это там, ну, это не прогулка, ребята. Мы серьезно настроены показать зрелище, во-первых. Иншаллах. Да, иншаллах. Получается, ты, мы когда с тобой вчера ехали, я тебя забрал с этого вокзала. Ты мне рассказывал, что это четкие твоего брата, да? Он тебе на зоне сплел. На зоне сплел мой брат. Они, в принципе, и постоянно со мной. Вот, временами там, намурки. Да, конечно. Брат, я понял, у тебя такая, у твоей семьи. Жизнь драматическая немного, так сказать. У всех по-разному, да. У всех по-разному, да. Давай теперь больше про тебя. То есть, ты рассказывал, что твой тренер начал, перестал вами как-то заниматься. Да. И далее, ты хотел перейти в ММА. Скажи, какие были планы, как ты себя видел в ММА вообще? Я просто хотел научиться бороться и бить ногами. Потому что, когда я занимался боксом, я чуть-чуть боялся борцов. Ну, я решил для тебя это перебороть, как бы, и научиться этому. А ты тогда, ну, смотрел, там, на UFC, условно, на бойца UFC и говорил, там, вот, я хочу… Да, смотрел на каких-то бойцов. Ну, кумиров у меня, в принципе, особо не было. Ну, нравились там. А в детстве, в детстве был какой-то боксер, который идти больше? Роджонс. Да, Роджонс. Роджонс. Роджонс, Тайсон и Мухаммад Али. Мне нравилось его уверенности. Ну, ты больше всего на Тайсона похож. Возможно. Ну, и Роджонс тоже для меня пример. Да. А расскажи, почему Медоед? Почему ты взял себе этот роджон? До полтора года я работал в личной охране до января 2022-го. Ну, в личной охране там был специфический человек, у которого за него… Ну, то есть там… Не буду рассказывать моменты, не буду рассказывать, кто это, а это уже не касается никого. Ну, да. В общем, я часто дрался, и были моменты, когда я получал, где-то падал, меня там пытались забить, но я всегда дрался до конца. Вставал, развивал куртку, я там лицо разбитое, но я не сдавался никогда. Поэтому прозвали Медоед. Ты, типа, такой пацан, на которого… Ну, типа, сто пудов знаем то, что ты не сдашься. Да, кстати. Либо победа, либо смерть. 33-23. Либо победа, либо смерть. И Махач мне написал, есть прозвище, а я написал Медоед. Потому что в ММА у меня прозвища не было. Ну, я решил, как бы, кликуха, пусть перекинется на Махач. Понятно. А как ты вообще попал на Махач? Можешь рассказать вам? Мой товарищ, друг Лазебнов, Антон Кенкон. Вообще, он должен был с ним драться. У него 4-1 по кулачке, 5 боев провел. И он должен был драться с этим Львом, Александром Ситарчуком. Но у него был травмирован кулак. Ну, где-то там в моменте на тренировках. Я помню, ему еще ребро, короче, чуть-чуть подбил. Ну, нарочно, не специально, в общем, как говорится. А ты, получается, тренировался в одном зале, да? Он тренировался в своем зале, я тренировался в Легионе. Но пару раз он приходил к нам в Легион. Ага, понял. И, в общем, Тоха должен был драться со Львом. Да. Но получилось так, что... Где-то за пол-три недели вот это у него с кулаком было. За пол-три недели, в принципе, я понимал то, что я могу выступать. Но те дни я не относился серьезно. Были разные моменты, короче, там... Ну, и, короче... Я не сто процентов был внутренне уверен, что я все-таки подерусь. Поэтому чуть-чуть где-то я не серьезно относился. Но за три дня мне сначала предложили ТТ. Забыл, как это ТТ там. ТТ, ну да, я знаю тоже его сейчас. А потом за два дня предложили Льва. Сказали сначала с ТТ буду драться, я согласился. А на следующий день сказали то, что у вас соперник Лев. Блин, честно говоря, мне было очень интересно было посмотреть на твой бой с ТТ. Потому что ТТ тоже такой парень. Да, кстати, последний... Мне, если честно, он не особо нравился как боец. Но когда я посмотрел последний бой на девятом сезоне, где я дрался... Там против чемпиона мира, там МСМК по кикбоксингу. Он его просто размотал, я не помню, там, в третьем раунде нокаут был. Да, с ТТ можно было бы... Анатолий Савенко по прозвищу ТТ. Да, можно было бы зарубиться с ТТ. Так было бы... А как ты относишься к Андрею Лимантову по прозвищу людоед? Ты, получается, с ним общался лично на матче, да? Да, отличный человек вообще. То есть он, получается, такой искренний со всеми бойцами. Я просто лично с ним не знаком. Мне бы интересно было с ним тоже познакомиться, поговорить. Он очень простой такой человек. Сейчас же он на войне, он пошел воевать, когда это случилось. Очень простой человек. Я вижу, он очень... Ему прям нравится, чтобы пацаны развивались, чтобы пацаны не терялись где-то. Ну, то есть Махач, это для него как платформа поднять пацанов некоторых с колен и устроить, как бы... У нас в Украине тоже есть бойцы. И... На самом деле он очень большую работу делал. За людоеда я слышал еще до Махача от других людей, там, ну, как бы его знакомые и мои знакомые. Я за него слышал, поэтому еще до Махача я знал, кто такой Лиматов, кто того хотел лично с этим. Он большое дело делал до... Ну, понятно, война началась дальше, нет возможности все это как бы делать. Но до войны у нас в Украине, наверное, Махач, это была единственная организация, где можно было заработать. Скажи, а какой гонорар у тебя был на Махаче и вообще какие гонорары там... Я так понимаю, ты там и бонус забрал, да? Да-да-да, дали бонус. Какой гонорар был у Махача? В общем, я не помню, я получил 1100 долларов. 1100 долларов? Я не помню, как был там выход победы, 1100 долларов я получил в общем. Да, в общем. Вместе с бонусом. Да-да, вместе с бонусом. Я помню, была лига реконкиста. Я когда еще чуть малой был, там, я провел там пять боев. Да? Ты в реконкисте дрался? Да. Два раза по боксу, три раза по Мунейке. Все досрочные были. Я два раза друзей... Нет, по боксу один раз только. Я два раза друзей секундировал там. Ну там, конечно же, по моему кем-то, 1000 плюс 1000 платили. Типа 1000 гривен выход. И за победу еще 1000 гривен. Да, и ребята... По-моему, у меня также... Ребята... Либо 1000 плюс 500, я не помню, честно. Да, ну там, кстати, бои были такие. Ребята голодные выходили и такие рубки тоже закатывали. А после боя Андрей подходил к тебе, говорил, что... После боя я забрал гонорар. Да. Он мне сказал, ты машина. Красава. Что-то типа того. Но я увидел то, что ему понравилось. Так, мы сейчас доедем в зал. Я думаю, три раунда поработаем по грушам. Разомнемся. И потом начнем спарить. Мы, короче, зашли... Идем в зал, идут какие-то пацаны подходят и говорят, а можно с вами, пожалуйста, вы фильмы снимаете? Увидели, короче, говорят, пацаны, мы смотрим, вы кино снимаете? Можно мы к вам для массовки? Бродяги, короче. Да. Я... Я его не знаю, я просто хотел поучаствовать в процессе, поэтому... Меня зовут Тимур. И тут еще мой друг. Привет. Я за деньгами, Илья. Тебя как зовут? Меня зовут Никита Сергеевич. Я... Короче, на самом деле, это мои друзья. И они постоянно будут светиться в моих роликах. Так, спарингуем там. Три-тиры-пять. 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 Продолжение следует... 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 пацаны не обессудьте что мог то и сделал он профбоец а я только 6 месяц занимаюсь всем спасибо буду набирать в общем прошел спарринг ребята мы уже остыли мышцы или и ум остыл поэтому сейчас будем так кратко разберем как мы побоксировали но мы еще так не пересматривали бой мы просто так между собой пообщаемся с флангом вот что скажешь умея драться не короче шо я скажу по поводу мухаммада мухаммад хороший боец да он не выступал на соревнованиях свою жизнь ему отец запрещает но это такое но видно то что у него желание к этому есть к спорту ментально он силен тяжело было с ним честно я не не удобно было к нему подстроиться он не тот знаете когда человек выступал на соревнованиях это как-то привычно ну он работает в ритме этот ритм он привычен для меня это же корявый какой-то но он не хочет сдаваться и не поймешь как по нему ударить да проще молодец мухаммад но я доволен да нормальный спарринг не было тяжело и сегодня конечно да мы с тобой заговорились как-то так душевно оба мусульмане и чуть-чуть было тяжело настроиться на бои я уже когда даже мы ехали сюда я вот думаю надо сейчас как-то переключаться чуть чуть позднее ну а я знаешь как короче я этот я это уже говорил короче мы тут сидим с пацанами и так знаете волна 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 шутки туда-сюда и мы тут с пацанами с ним а он там разминается и короче уже дело к бою подходит я по словам вырубим пацаны он что-то шутить перестал вроде на позитивной ноте боксирует он что-то шутить перестал короче вышли да ну вот конечно он прессингующий стиль у него то что я увидел в том бою в махаче я и сейчас на себе прочувствовал отчасти да он понятно там на сто процентов он не выкладывался на нокаут не работал но конечно когда мастер спорта работает против тебя это всегда чувствуется спасибо влада что согласился на интервью да брат еще один момент мы говорили по за кадром я это тоже проверю всегда я со всеми спаррингу я всегда всем смотрю глаза видишь когда человек хочет ударить когда человек боится когда человек наоборот сфокусирован где-то ему я посмотрел мне секунд десять-пятнадцать глаза я начал но я не мог ему смотреть глаза как мы с ним пообщались ну как братья душа но и душевную мне тяжело было злиться на него пытался настроиться да почему я перестал шутить пытался пытался настроиться думаю так все воду надо показать но 10 секунд 15 посмотрела за но я вижу да добрать но мне тяжело брат еще такой вопрос у нас как всем известно бойцы мало зарабатывают стране скажи у нас многие бойцы переходят со временем криминал скажи затягивала ли тебя когда-то это криминальная жизнь как сказать но смотря как это понимать затягивала ну допустим но я был связан но где-то там может около я не из блатных я не сидел но мне эта тема ну как бы далекая но где-то около постоянно на темы на темы приглашали то около да где-то был где-то отказывался но когда ты спортсмен нормальный спортик это это у каждого как бы типа с криминалом там бандитским миром это в любом случае всегда связано в основном там спортсмены в семье самом деле я тоже когда-то в детстве пересмотрел бригады потом одно время думал сейчас начнется сейчас делаем это сделаем то ребята так не работает либо ты пашешь и идешь по одной степи и честным трудом зарабатываешь деньги либо ну забрать у кого-то что-то не свое она всегда аукнется может у вас у кого-то прокатит но она аукнется я вам говорю поэтому то что приходит к тебе нечестно но нечестно к тебе и вернется только других людей если ты делаешь добро другим людям другие люди будут тебе делать добро как всевышний сказал если вы упомянете меня компании других людей то я упомяну в компании людей которые лучше их поэтому все возвращается всем взаимосвязаны а теперь друзья мы или с таймазом по поводу моей жизни некоторые моменты мы в любом случае не будем рассказывать это останется за кадром но есть вещи которые таймаз хочет чтобы был искренним и проговорил это так что многие люди меня в этом узнают давайте поговорим про плохие привычки с 18 лет якин закидывался только на своим это было до 23 до 23 я не воспринимал там любые другие наркотики я где-то три раза в жизни пробовал курить травку мне она не заходила где-то я попробовал экстази первый раз это было экстази потом где-то я чаще там стал покуривать травку потом травка у меня пришла в ежедневность не буду говорить время но в общем я протолчал на кокаине полтора года это я закончил в мае и есть такой момент может быть там кто-то из моих пацанов посмотрит что я летом терялся я был как бы я пытался приходить себя и я был на минусе то что было со мной не передать когда я решил бросить все таки эту фигню я очень много денег туда снюхал но это были деньги которая собралась со своих 18 лет и ну ну неважно ну в общем я их пронюхал и потом там были проблемы со здоровьем у мамы мои тот день именно как раз эта мама позвонила и сказала что может быть нужны будут деньги то день когда я снюхал до последнего все и я залез короче у нас там был такой покажу 23 этаж 22 этажка ну и такое перила я плачь на 16 жил я поднялся на лифте на 23 этаж ну и как бы такой бетончик и плитка одна и между ними ну ты можешь заступить перелезть да ну типа я залез сел ну типа вот так на краюшек не сижу типа вот это я долбоёб на ну и сижу так на краю ноги свисают думаю что ты вода все сделал в этой жизни сейчас у тебя у мамы проблемы нахуй ссори за мат и ну и ты вот это ночью делаю сейчас не бабок нет а чем ты будешь помогать ты вообще ну и и состояние было такое что просто лучше в кашу там разбиться потому что хотелось вернуться потом думает они что-то как-то страшно далеко лететь на все фигня думаю сделаю это утром я чуть-чуть посплю пара отрезвлюсь но я спал очень плохо поспал еще два часа снова залез ну не могу прийти к мысли что я сделал в этой жизни все ну я вроде бы как бы но опустился на самое одно как я для себя понимал что все ну куда ты дальше пойдешь состояние было короче этот мир был настолько серым это не передать это может почувствовать только тот кто это прошел когда я работал в личной охране я проработал где-то полтора года и первое время я от этого отказывался но тот человек на которого работал он был связан с этим ну типа понюхивал и последние 9 месяцев это мне приходило бесплатно то есть за это денег не платил вот так я по чуть-чуть там увлекся то ладно давай попробую интересно зашло чувствуешь себя богом ну типа бах заряд нету ничего невозможного и вот так бесплатно за 9 месяцев разнюхался потом проебал 800 тысяч и сейчас я скажу для тех кто может быть хочет там где-то систему попробовать либо что-то еще смотрите пацаны амфетамин я тоже вот недавно было 31 декабря я заскочил отпраздновать новый год вот мы совсем недавно и это затянулось до 30 января я тупо зависал у барыги сидел дома и ну тупо 30 дней или 31 день я тупо нюхал там по трое суток я не выходил не спал вот так вот смотрите пацаны когда вы нюхаете один день это по приколу два дня максимум третий день это уже ну вы тут посадите свой организм день один максимум я не знаю ну короче это мое мнение пацаны если кто-то где-то когда-то своей жизни вообще лучше к этому дерьмо не прикасаться потому что она может очень понравится но если вы когда-то пробуйте кокс амфетамин метамфетамин один день все следующий день все тормозите себя ни в коем случае не продолжайте это не должно становиться системы это путь в никуда вот так вот пацаны и это прошел я знаю что конфетамин метамфетамин знаю что такое псилоцибиновые грибы знаю что такое лсд экстази мдм и знаю что такое xonex я пробовал xonex я пробовал сибирь я много чего переправил поэтому вот кто прошел это исправился с этой какой-то там зависимостью на которую он подсел там по глупости своей он становится сильнее это сто процентов но главное себе нам мульку не крутить если ты там где-то употреблялся все я стерся тебе где-то там наговорили что ты нюхал ты стирался ты можешь с 20 до 40 лет пронюхать бросить я знаю одного такого человека который 40 лет бросил пронюхал 20 лет и стал ну пацаны действительно при деньгах очень при деньгах он поднялся его начали всего не мысли не мыслите шаблоном и не критикуйте наркоманов где-то ну это честно многие так думают что типа они теряются это дно вы еще добиваете ими так плохо это на самом деле так они сами не подожди да я скажу они сами не могут слезть им действительно тяжело они понимают что они делают глупость но они не могут и приходят какие-то спорте горят и дерьмо дамбо где-то выбор там где-то попускает его заставляет себя чувствовать униженным у него унижает вот как он слезет с этого и надо чтоб кто-то где-то вот так давай братан вставай с колен ты шо вот такие люди должны быть если вы унижаете униженных вы сами становитесь униженными и всевышний это сделать чуть чуть попозже несколько на время здесь уже раскроете тему а там и говорим о более культурных вещах поэтому дальше мы переносимся в кафе так брат тут несется короче поляну и хорошо после тренировки на ночь глядя так в общем брат давай сейчас пока приступать не будем я тебе один вопрос еще задание напоследок мне лично самому интересно а как ты пришел к исламу может тебя кто-то наставил из друзей может ты сам как ну понятно сам наверно интересовался смотри я когда переехал в киев мне было 22 я в скором времени там через неделю я уже начал работать в клубе ночном клубе работал на поздняках водка гриль может быть кто-то знает он посмотрит работал два с половиной года до карантина 2018 года 2020 года вышла и у меня был друг чеченец которым мы работали он мне постоянно все приводил с кран ну то есть любые жизни ситуации в общем он был мастер спорта по греко-римской борьбе ну и большей степени вот этот ну конечно можно человеку не слабый и он никогда не давал заднюю ни в каких ситуациях он всегда ну как бы был уверен себе это мне очень мне нравилось и как бы поэтому я прислушивался к нему то о чем он говорит то есть у тебя был друг который мусульманин и проникся его стилем жизни и в общем в один момент он мы уже перестали работать это прошло эти два стоим года он уехал в азабаржан жить с родителями я ему написал брат я говорил что если по каран на русском мне нужен каран на русском для его молодец он сказал типа можешь зайти в мечеть там посвятую мечеть на нефтах у меня там знакомый есть я поехал в мечеть ну и сказал то что я ему типа спросили это мусульмане нет мусульмане вот я интересуюсь я взял коран книги ну потому что давай принимай ислам и там некоторые там подбежали ночью я короче забрал коран и пошел бы но я христианин мне пока это ну как бы неинтересно потому что этот барьер надо было себе сломать типа я предам христианство поэтому я решил сам изучить я прочитал первый раз коран ну как бы интересно я прочитал второй раз коран и после второго прочтения почти не осталось сомнений что это истины и потом там жизненные моменты обстоятельства я читаю третий раз кроме целыми не читал коран я хотел понять потому что я вот эти моменты аяты запоминал я дома сам себе сидел я написал этому чеченцу типа как принимается ислам он со мной поставлен на связи был мы переписывали с ним ну то есть то что я читаю коран я у него некоторые вопросы задавал он больше меня знал ну и в один вечер я просто дома сам себе принял ислам произнес шахаду я принимаю ислам для себя для всевышнего это чисто духовный момент внутренним или моментально понял все тогда нам приятного аппетита ими этот что вопрос так красиво с ними да это ребята заезжайте хавакам это кафе мое я сегодня один раз кушал магомед меня погромил очень вот отзыв пожалуйста поедем очень вкусно мне нравится здесь один момент может быть подходит не всем здесь нет алкоголя да здесь работают мусульмане поэтому здесь халяль нету свинины ну а так очень вкусно поэтому я советую залетайте сюда все ребята на этом наш выпуск заканчивается приятного просмотра я надеюсь вам понравилось короче говоря увидимся в следующем выпуск всем махач ребята рекомендуем вам зал мангуст находится он в киси тренер лучший тренер ахмат ахметов воспитал 16 чемпионов мира мы с тимуром с таймазом тренируемся здесь приходите к нам будем драться вместе